На крючок попадается увесистый карп. Через несколько минут еще один. У футболистов сегодня во всех смыслах клевый день. Сегодня долгожданный отдых от сложных тренировок. Свой день паралимпийская команда России по футболу начала в этнографическом комплексе «Вольница». Пока одни рыбачат, другие знакомятся с обитателями зоофермы. Остальные кормят животных. Сначала кроликов и коз, потом уток, лебедей и нутрий. Сегодня у нас в гостях спортсмены, которых проходят сборы в Сочи. Спортсмены могут приехать, насладиться чистым воздухом, отдохнуть, расслабиться после тяжелых тренировок, посетить баню на дровах, искупаться в водопаде, покормить зверюшек и просто отвлечься от своих спортивных нагрузок. Природа – идеальное место для эмоциональной перезагрузки. Комплекс «Вольница» находится на высоте 400 метров над уровнем моря в селе Семеновка на Мацесте. Это живописное место с тихими прудами, загадочным лесом и бурлящими водопадами. И русской баней. После парной можно окунуться вот в такой чан с водой. После прогулок к водопаду и бане – сытный обед. Спортсменов сегодня угощали настоящим узбекским пловом. К столу подавали блюда из продуктов собственного производства. Здесь делают мед. В «Вольнице» – своя пасека. И варят сыр из козьего молока. «Отличное место для отдыха, а не только для спортсменов, а для местного населения тоже. Что касается спортсменов, кроме тренировок должен быть обязательно отдых. А это отдых, когда мы проводим среди своих друзей, среди вот такой природы. Это, в принципе, дает только положительный результат». Такой прием спортсмены оценили по достоинству. Говорят, получили отличный заряд положительных эмоций и хорошо отдохнули. Впереди главный старт года. Из Сочи футболисты отправятся в Испанию на чемпионат мира.